Я рассказываю по-русски об этом времени. Мне это время очень нравится. Оно действительно прошедшее время, одно из прошедших французского языка. Мы знаем с вами уже несколько времён. Это passé composé, это imparfait, passé immédiat и вот как раз такие passé simple. Правильно? Так вот, многие, что слышу я обычно, что это используется только в литературе и то классической литературе, что если мы его и учим, то только для того, чтобы его узнавать, в сказках тоже, и оно совершенно бесполезно и, в принципе, имеет такую же функцию с passé composé. Формы достаточно сложно запомнить, но, в принципе, и не нужно. Главное, чтобы узнавали. И это всё, чем заканчивается эта дискуссия. И так говорят даже многие преподаватели. Я что-то упустила? Скажите мне, или вот согласны вот на данный момент, что вы слышали с вашей картинкой, или что-то я не добавила. Так, пока почитаю, что... То есть вы настаиваете на том, что это историческое время, а нам нужно развитие французского языка понять. И, в общем, безпоследствия... Это то, что вам говорил преподаватель, Аля. Теперь я буду рассказывать. Во-первых, французский язык очень сильно менялся. И у нас сегодня будет статья как раз-таки об истории французского языка. Мы все знаем, что он произошёл у нас от латыни. И, в общем, по сексамплю корни свои берёт как раз-таки в латыни. Латынь – язык был синтетический. Вот французский язык – это аналитический, а латынь – это синтетический язык. Я вам об этом уже чуть-чуть говорила. То есть когда форма языка внутри слова что-то меняется, само слово меняется, то это значит, вот сама форма выражает какие-то изменения, какие-то смыслы за собой несёт. А тогда, когда нам нужно несколько каких-то элементов, чтобы новый смысл создать, тогда это как вот лего собирается, и получается какой-то новый элемент. Это аналитический язык. Например, чтобы сказать «кому» в русском мы «кто», превращаем в «кому». И это будет дательная поддержка. «Кому». А во французском у нас было «кто?» – «ки». И чтобы сказать «кому» вот эту же идею перенести, нам нужно два элемента – «а» и «ки». Получается такой же смысл, как во французском. Понятно вот эта разница? Так вот, то есть изначально французскому языку, который зарождался, было больше присуще иметь форму вот этих вот синтетических. Когда сам глагол по себе менялся. И это продолжалось какое-то время. И сегодня мы будем тоже небольшую эту периодику смотреть. То есть и в начале, в самом начале существовало только «пассе сантли» во французском языке, который похож был в ту эпоху очень на латынь. И начали в языке происходить определенные изменения. И я эти изменения связываю. Я об этом очень много прочитала. Я даже думаю, что я знаю, может быть, больше, чем очень-очень многие люди по «пассе сантли», потому что у меня была тема диссертации на «пассе сантли», на артикле. Неочевидно. Я знаю, что не всем эта тема так заинтересована. А мне очень нравится «пассе сантли». Так вот, я вам расскажу. Я это связываю с тем, что вообще концепт времени изменился. Это значит, что время для нас, для людей, начало течь по-другому, протекать. То есть что мы успевали сделать за определенное количество времени благодаря тому, что идет какое-то развитие, благодаря тому, что мы стали путешествия по-другому выполнять, делать более быстрыми, благодаря различным транспортным средствам. То есть время по-другому стало протекать. О чем я говорю? Что иногда какая-то новость, например, во времени могла доходить до адресата в течение очень длительного периода. То есть если мы о чем-то не узнаем в течение часа то, что случилось в мире сейчас, то это будет странным. Потому что если какое-то большое событие происходит, мы сразу об этом знаем. Тогда это могло длиться несколько месяцев. Вот тогда это, я говорю, тысячу лет назад, восемь веков назад и так далее. И то есть когда у людей вот это одно время было, им было достаточно говорить о прошлых событиях, потому что события были или очень прошлые, или вот которые произошли только что. И когда много разных событий начало происходить, и в их головах начала такая нужда рождаться, чтобы дифференцировать то, что произошло подальше и что произошло сейчас, то вот начало формироваться пассе-композе. Потому что вы видите, что в пассе-композе у вас есть одна часть в настоящем времени. И я вам уже рассказывала, если вы меня слушали на уровне А1 или на уровне А2, когда я говорила про пассе-композе, что для француза пассе-композе – это даже не прошедшее время, а это время, которое настоящее, которым он констатирует факт того, что случилось сейчас. То есть фактически с появлением пассе-композе у нас всё так быстро начало в мире меняться, что нам уже, чем больше мы сейчас пассе-композе имеем, тем, получается, мы живём настоящим моментом и на данный момент мы фиксируем, что с нами случилось. То есть мы сейчас только констатируем, живём настоящим моментом. А тогда всё было иначе. У людей всё происходило или в прошлом, или в настоящем. То есть это была огромная разница. Прямо было как чёрное и белое. И когда уже мысли начали у человека немножко в другом направлении идти, он начал нуждаться в том, чтобы ещё какие-то более нюансы выделять в речи, то пассе-композе начало появляться. И смотрите, там вот этот элемент, то есть человек хотел сказать, что я что-то сделал давно условно, и что-то я сделал вот сейчас. Же, я имею что-то сделано. И поэтому кто-то написал сейчас, по-моему, Аля, что очень сложные формы в пассе-сампле. Ну смотрите, ну какие сложные формы? Же. Да, вот это вот в основном. Что у нас там? Же-сю. Же-кю. И так далее. То есть очень-очень такие вот... Большинство форм в пассе-сампле, которые третьи группы, они похожи, если на слух, то жю, это точно так же, я имею, же-ю. Человек хотел... То есть мы так говорим, же-ю. Же-сю. Они же раньше не писали, им не важно было, что там в конце было. Же-пю. Очень многие формы, третьи группы в пассе-сампле похожи на именно формы... Точнее, партисипы пассе похожи на формы глаголов в пассе-сампле, потому что как раз-таки вот эта связь, она и так строилась. То есть то, что было подальше, и то, что сейчас я в данном случае сделаю. И точно так же можно проследить... Сейчас я это удаляю. Ну, в принципе, давайте оставлю. Точно так же можно проследить, как этот язык исчезал. С развитием речи, с развитием... Опять же говорю, что очень быстро стали события происходить в жизни людей. Вот они хотели актуальность как раз-таки пассе-композе подчеркнуть. То, что было давно, мы будем говорить в пассе-сампле. То, что было сейчас, мы будем говорить вот в этом новом времени, в пассе-композе, который образуется с настоящим временем. И, что интересно, что вот это вот новое время пассе-композе, тогда, в средних веках, оно начало внедряться сначала в форме «я». Потому что то, что происходит со мной, оно самое первое, правильно? Оно самое, так сказать, самое последнее, самое актуальное. А про других человек говорил уже чаще в пассе-сампле. Дальше оно исчезло, то есть из первого лица пассе-сампле осталось пассе-композе, начало больше применяться пассе-композе. Потом исчезло из второго лица, а потом уже из третьего начало постепенно уходить, и тоже пассе-композе. Потому что человек третьего лица – это что? Это тот, кого с нами нет. И его все еще долгое время, еще несколько, по сравнению с тем моментом, когда пассе-композе начало появляться, и когда уже пассе-сампле начало исчезать, соответственно, то прошло несколько веков, там два века приблизительно, что вот в третьем лице еще все-таки пассе-сампле употреблялось. И даже сейчас у нас до сих пор как раз-таки какие-то выражения, какие-то пословицы в третьем лице, в пассе-сампле они у нас остались. То есть вот такой исторический момент, что время начало по-другому восприниматься человеком, и ему прямо очень сильно понадобилось, вот это вот, так как все быстро происходит, ему понадобилось какое-то время, которое… Потому что пассе-сампль – это следующий этап моего рассказа про пассе-сампль. Пассе-сампль воздвигает определенную границу между тем, кто говорит, и событием, которое описывается. И поэтому пассе-сампль – это язык, который сохранился в сказках. Это раз. Потому что слова, вот две фразы. «Лю-лю а авалей ла гранд-мэр» – это в пассе-композе. «Волк съел бабушку» – это очень живая фраза, она такая актуальная, она настоящая. Это вот как будто бы сводка новостей. «Один волк съел бабушку». Она вот так воспринимается. Когда мы слышим фразу «Лю-лю а авалей ла гранд-мэр» – ребенок, который слышит эту сказку, может быть, он себе в этом отчете не отдает, но он является большим, он является каким-то наблюдателем, и он смотрит, что происходит в книге. Я называю это время выпуклым, потому что у него есть такая особенность, вот когда мы говорим в пассе-композе, мы видим только одну часть действия, например, «же-мон-же». Вот я поела, я сейчас сытая, я имею съеденным, например, большое яблоко. Мы видим только конец вообще на действии, мы не концентрируемся. Когда я говорю «же-мон-же», в пассе-сампле прячется функция, которая в лингвистике называется инкриативная, это значит «начало действия». То есть я, когда сказала «же-мон-же» в прошлом, вы должны увидеть, что я взяла яблоко, помыла его, сделала первый грызок, откус этого яблока, и последний, и положила, и теперь «же-мон-же». То есть это выпуклое действие. Поэтому все исторические книги точно так же используются, в них используется пассе-сампле. То есть, например, описание войны 1812 года и, например, «Илья-ю», «Илья-ю», да, какой-нибудь «Инбаталья». И случилась какая-то битва. Мы прям видим, мы видим парадоксально в этом прошедшем времени, мы видим, как действие началось. Они побежали друг к другу, вот эти вот войска с двух сторон, потом вот такие облаки пыли, и потом всё, мы видим уже, всё, все лежат, все убиты, и вот пыль расходится и становится более прозрачной. Вот это «Иль-батир», они подрались, «Исэ-батир». Чувствуете вот эту разницу? Оно выпуклое. Некоторые даже вот, я читала, это я не сочиняю сейчас, что мне так кажется, может, это вообще какая-то гипотеза. Нет, многие лингвисты говорят. Вот выпуклое, я не знаю, слово, может быть, я сама придумала, потому что я на русском не читала, я на французском читала. Но то, что вот говорят, что пассе-сампле сейчас может восприниматься даже, как, вы знаете, видение Бога. Там какое-то такое было выражение, что как Бог смотрит на то, что происходит на земле. Вот когда вы эти действия называете «Иль-сэ-батир», «Иль-мурюр» и так далее. Представляете? То есть вы создаете вот эту дистанцию, и вы к этим действиям никакого отношения не имеете. Поэтому, когда сейчас мы встречаем всё-таки пассе-сампле, мы можем встретить, например, в речи президента. Он, например, инаугурация происходит, он читает речь, и там будут... вот эти элементы пассе-сампле и презон, потому что он себя ставит на какую-то определённую ступень. Это никак не там не арогатно, но он, в общем, становится теперь президентом. И ему вот даже вот этой речью нужно выделиться, что он уже даже, знаете, как мы, Александр, Николай II, да, как все дистанцируют. Мы, Николай II. То есть... А по-пассе-сампле, по-французски, это будет употребляться именно с пассе-сампле, что эту дистанцию, он даже больше сам... Это больше не человек, это уже слуга народа, это уже занимает самый важный пост в стране. Это ещё один элемент. И что хотела бы сказать, вообще, если уж начинают что-то описывать в книге какой-то, не могут встречаться пассе-композе и пассе-сампле в одном тексте. Разумеется, смотрите, бывает книга, и там может быть что-то всё написано в пассе-сампле, а дальше идут какие-то идеологии, они будут в пассе-композе. Это может быть. Но вот так, чтобы в одном тексте что-то рассказывалось и было и пассе-композе, и пассе-сампле не в прямой речи, такого быть не может. Потому что, если уж мы описываем, мы следим за чьей-то историей, то мы как раз-таки и будем всё вот так наблюдать. А то, знаете, наблюдали-наблюдали, а потом кто-то вырос. То есть пассе-композе это как будто бы уже вот он с нами наравне, если вы это в Паризане. Или в Веню, вдруг он пришёл. Это мы уже в другую просто вселенную переселились, пассе-композе. Так что, когда вы читаете какие-то книги, у меня тут пока нет книг на французском, мне кажется. Хотя, нет, нет, я бы вам прочла книгу на французском какую-то. Когда, в общем, вы читаете книгу на французском, у меня есть на старой французском книга, но я думаю, что вам не понравится, то есть там будет сложно. У меня есть, сейчас Эмиль Золя читаю, Жермина, да. Вот, но там, кстати, ещё тоже какие-то моменты определённые есть интересные. Так вот, будете читать, Эмиль Золя вообще можно читать с удовольствием в этом времени. Обратите внимание на то, что в пассе-сампле есть всегда начало действия. Эль шонта, пусть это было 10 тысяч лет назад, это будет, и она запела, и она спела. Это вы видите, как он открыл дверь, и он пересёк порог, и он зашёл. Он не просто зашёл, мы его не видим, что он уже в комнате. Илитон трэ. Чувствуете разницу? Илитон трэ, он в комнате, всё. Илитон трэ, вот он, это можно вообще перефразировать, он здесь. А когда Илитон трэ, тогда мы видим, что он, как я уже сказала, открыл дверь, мы его сначала увидели, он ещё был не в комнате, а теперь он уже в комнате. Ва-ра. Да, почитайте и расскажите мне. Вот у нас сегодня будет первое занятие, мы с вами три занятия будем заниматься этим. Я вам какие-то кусочки в пассет-сампуль дам, но каждый раз, когда вы слышите пассет-сампуль или видите, это потрясающее время. Мне кажется, то, что его не осознают теперь французы, ну, мало что на французском, мы действительно в пассет-сампуль, они теряют огромный пласт того, что можно было... Глагольная временная система, это не просто словарь, это, как я вам всегда говорю, примеры, что можно сказать, это вкусное яблоко, но можно сказать, это восхитительное, это изумительное яблоко, это какой-нибудь... ещё какой-нибудь яблоко, то есть много найти различных моментов, чтобы я какие-то другие эмоции почувствовала по отношению к этому яблоку, правильно? То есть это... Но вокабуляра, то есть слова, это очень легко, это то, что наращивается достаточно быстро, можно любого человека... Вот был человек с бедным словарным запасом, его можно научить богатому словарным запасом, он будет чуть читать, он выучит слово изумительное, он выучит слово ещё какое-то, но то, что они теряют время, это грусть, потому что время это наращивается, это вот... Вы по-другому видите пространственные вообще события, связи и так далее. Я, конечно, всегда жалею о том, что это время... Когда вижу, мне прям очень приятно. И я поэтому сейчас у меня в моей... Вот то, что книги я читаю, я сейчас все книги читаю, которым больше ста лет, я прям наслаждаюсь, даже не то, что ста, 150 лет всем книгам, которые я читаю, мне очень нравится этот язык, и это вообще... Это как книга, знаете, когда вы её открываете, бывает книга, просто текст, а вы открываете, а там ещё появился дом какой-нибудь, да, и вы можете ещё куда-нибудь зайти. Вот это книга в пассе-сампле, это не просто пассе-композе, когда пассе-сампле называют пассе-композе, они оскорбляют пассе-сампле, это ужасно, в общем. Ну и бон.